К уборке приступить. Под таким девизом прошло совещание, посвященное началу ежегодного двухмесячника по санитарной очистке территорий и их последующему благоустройству. Именно апрель и май заставляют нас особенно активно работать на благо общества. К сожалению, со сходом снега, конечно, очень много безобразия у нас вылезает. Но то, что у нас администрация мордует за асфальт, это мы принимаем. Но то, что на Ваврагах и вокруг пятиэтажек везде мусор, я думаю, что тоже согласитесь, никто из Алексеевска, Альметьевска, Казани этот мусор нам не накидал. Я еще раз от себя лично хочу вас попросить достаточно ответственно подойти. И отметил, что за лицеприятный внешний вид города со стороны Казани уже взялся хлебозавод и начал наводить порядок. Работа ежегодная и всем давно известная, как известная и закрепленная за предприятиями территории. Многие организации уже начали активно проводить средники и субботники. Но тут же обозначилась и давнишняя проблема. Его поддержала глава и предложил как вариант свое решение вопроса со своевременной вывозкой собранного мусора. То ли после садиков, то ли после кого-то, то ли просто народ выносит. И на понедельник, в понедельник, вернее, в выходной у нас мусор, в понедельник он уже разлетается. Разлетается и хоть в среду опять полномасштабный субботник делает. Какой-то должен сидеть, ну, либо здесь, либо где-то диспетчер, который бы регулировал, какая-то организация завершила, позвонила, доложила. И не получится ни двойной, ни тройной работы, а только поступательное движение вперед в соответствии с погодой. Как подчеркнул глава, алгоритм действий ведь тоже далеко не новый. В принципе, я не вижу такого объема мусора, хотя он есть, чтобы два на два месяца его растягивать. То, что из-под снега вылезло, просто убрать. Уже к концу следующей недели подогреет, уже с граблями выйти, вот старую травку убрать, чтобы там, где у нас, ну, травки в лужаке есть, чтобы они могли еще через неделю зазеленеть. Однако порядок придет на наши улицы только в результате общих усилий. Продолжение следует...